В рамках федерального закона о государственной и социальной помощи утверждены порядок и условия. В нашем регионе такую материальную поддержку могут получить малоимущие семьи и малоимущие, одиноко проживающие граждане России. Те, кто находятся в трудной жизненной ситуации, среднемесячный доход которых ниже величины прожиточного минимума. В первую очередь будет определено, есть ли право у заявителя, то есть оценена сумма, оценен доход семьи, после чего составляется программа адаптации, выхода из трудной жизненной ситуации, то есть она готовится к управлению, а при управлении работает соответствующая комиссия. И согласно уже этой программы данное лицо будет постепенно, поэтапно ее выполнять. Претендовать на ежемесячные пособия могут те, кто числится безработным в Центре занятости населения, те, кто проходит профобучение или получает дополнительное профессиональное образование с дальнейшим трудоустройством. Ежемесячное социальное пособие в размере не ниже 7,5 тысяч рублей на срок от трех месяцев до года или в виде единовременной выплаты, а это 90 тысяч рублей, могут получить и те, кто начинает предпринимательскую деятельность или ведет ее, но пока не получил дохода. Тем, кто ведет личное подсобное хозяйство, но имеет доход ниже 10 143 рублей. В управлении соцзащиты можно заключить социальный контракт, для этого написать заявление и предоставить необходимый пакет документов. Также существует компенсация для одинокопроживающих граждан старше 70 лет за уплату взносов на капремонт дома. Люди старше 70 лет получат 50-процентную, а старше 80 лет – 100-процентную компенсацию. За один квадратный метр предусмотрена сумма 5 рублей 32 копейки. Если это, например, одинокопроживающий гражданин, согласно этого же постановления мы можем компенсировать ему за 33 квадратных метра. Ну, если не меньше у него площадь, если меньше, то за фактически. Получать ежемесячную компенсацию можно в том случае, если нет долгов за капремонт. Либо их нужно погасить и тогда уже обращаться с квитанцией в управлении соцзащиты по месту жительства. Елена Аксец, Алексей Давыдов, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.